здравствуйте коллеги рядом со мной александр иванов представитель национальной ассоциации дистанционной торговли здравствуйте добрый день подскажите пожалуйста вы были сегодня модератором сессии плюсу будете спикером нашей бизнес части подскажите пожалуйста что было сегодня интересного ну сегодня моделировал пленарную сессию до которая была посвящена торгу интернет торговли и поскольку ну тема такая как сказать слово модное даже не полностью отражает да вот то что вокруг якобы сейчас происходит то соответственно была какая-то было огромное желание на все вопросы на свете который ставит жизнь ответить понятно что задача абсолютно невыполнимая но несколько важных аспектов мы там осветили поскольку сейчас очень много разговоров о том что кризис коронавирусный он как-то как бы так сказать оказался катализатором некоторого роста да очень многие компании на этом стали быстро расти поскольку изменился вот и изменились условия потребления да изменились потребительские предпочтения людей отчасти верно но с другой стороны вот знаете хочется сказать что не произошло ничего феноменального ну да процессы которые как мы думали они будут происходить несколько более растянута да они вдруг стали взрывными тем не менее ну как бы кто хорошо готовился к этому росту да хорошо потопал тот хорошо полопал да тут хорошо растет вот то есть никаких удивительных событий в этом смысле не происходит скорее интересно как та или иная компания отнеслась к этим вызовам да вот какие задачи они перед собой ставят как отдельные сегменты рынка например рынок еды да на это отреагировал на эти новые вызовы ну то есть по моему получилось очень интересно эффективно может быть эффектно даже не знаю тоже зрители должны сказать слушатели вы как спикер отвечающий за дистанционные продажи за электронные продажи вот хочется немножко позитива и радости потому что мы общаемся на разных выставках том числе с производителем товаров те кто реализует свою продукцию и чаще всего повестка каждого интервью это упадок но мы смогли мы выжили но хочется все таки вот с вами пообщаться узнать что есть рост что есть рынок растет что капитализация растет что многие кто уже приспособился и многие кто еще приспособиться ну смотрите на самом деле мне тоже очень хотелось с розовыми шариками здесь вот что-то какую-то джигу станцевать и так далее из бокалом шампанского но шампанское пока пить рано совершенно объективно тут происходит понимаете и вот сейчас общий процесс до перемен в торговле у нас года три или четыре приезжал джекма совершенно неожиданно приехал в москву приехал почему-то не на это мероприятие которое совпало по времени он не знал да он не подготывал наверняка он пришел бы на неделю российского ритейла ну правда не знал это действительно так и он выступал перед студентами мгу и там он сказать это четыре года назад случилось да вот там он сказал что на вопрос чем заниматься он сказал что если бы на вашем месте был я чтобы я делал сейчас я бы думал о производстве я бы начинал что-то производить почему потому что вот все остальные вопросы их подхватит сделают и решат маркетплейсы то есть надо идти не в торговлю а именно в производстве искать там думать об уникальном товаре думать вот об этом да о реализации себя там прошло четыре года это время пришло вот сегодня это пришло время производителя потому что что происходит ну идет рост маркетплейсов нельзя сказать что растут все маркетплейсы на свете нет это неправда несколько лидеров растут но мы знаем камни компании которые при этом падают они как-то проигрывают в этой гонке почему есть проигравшие да потому что вот этот сегмент который деньги да он конечен вот как бы как его не дели да там у кого-то их если у кого-то вдруг больше да значит где-то меньше мы знаем что в принципе плохая ситуация общая экономическая что идет спад возможности потребителя до кошелек пустеет в среднем что называется объективно да при том что цены никуда не денешься да какие реалии рынка они растут и вот этот вот рост плохой ситуации он однако дает определенные шансы совершенно новому сегменту до производителей а вызван он чем на что маркетплейсы дают сбыт если торговые сети они не дают сбыт ну условно говоря вот представим себе что мы с вами горошек зеленый закатываем банки да а в маркет но торговая сеть какая-нибудь у нее есть 55 видов горошка а шестой некуда поставить полочка кончилась извините на хороший горошек но мы не возьмем потому что а marketplace работает по-другому до его полка бесконечно то есть если у него есть 963 вида до этого самого горошка то 964 ему нужен вот так потому что ему нужны все если у него полный спектр предложений он хорошо продает почему потому что полный спектр генерирует внимание покупателя да тот самый трафик до без которого интернет торговли не живет поэтому возьмут все то есть что появляется у производителя у него появляется сбыт а большего и лучшего стимула что-то производить чем сбыт не существует на свете да вот если ты точно сможешь быть товар все отлично процесс пошел вот наверное главное отличие то есть я надеюсь что люди которые послушались джеком а четыре года назад они есть во всяком случае да потому что появляется сегмент местных производителей вот это очень важно и наверное это главное отличие и главный вызов которого не было раньше у нас я тебя только хочу сказать огромное спасибо наверное за самую яркую выпуклую и самую понятную аналогию отличие оффлайн магазина от маркетплейса потому что ярче придумать невозможно аналоги с этой полкой бесконечной и где место закончилось спасибо вам большое в загонку да я вспомнил вдруг что джек ма была очень смешная фотография когда он показывал ну показывал что-то микроскопическое а вышло фото с подписью а он вот так показывал на на кончике ногтя а вышло фото с подписью вот он где ваш и коммерс вот теперь и коммерс вырос да он уже не такой можно вливаться есть куда отличные слова для завершения спасибо вам огромное спасибо за такое приятное общение надеюсь до встречи в следующем году спасибо большое